Во Владимире реализована программа подготовки к зиме на сумму в 450 миллионов рублей. Энергетики провели пресс-конференцию. Она была посвящена итогам прошедшей ремонтной кампании. Гендиректор группы компании Т-Плюс Андрей Вагнер отметил, что в сравнении с прошлым годом степень изношенности труп в областной столице снизилась. В неком пересчёте, отвечая на вас вопросы, процент износа уменьшился, по сути, на 2%. Всё зависит от объёма и количества, переложенных на новые тропы. Без внимания на пресс-конференции не осталась и тема долгов. Общая сумма задолженности перед энергетиками Владимирского региона за 11 месяцев этого года составила более 2 миллиардов рублей. Проблема задолженности вовсе не связана с платёжной дисциплиной жителей региона, рассказал директор Владимирского филиала «Энергосбытплюс». В основном это произошло за счёт проблемной группы потребителей. Это предприятия ЖКХ, ВД-каналы, муниципальные предприятия, а также ряд предприятий бюджетных. В первую очередь это здравоохранение. Ряд больниц в области продолжает сохранять большую задолженность. И предприятия бюджетные. Энергетики также напомнили, что каждый клиент, кто оплатит все долги и текущие платежи, может стать обладателем ценных призов в рамках акции «В Новый год без долгов». Причём накопившаяся задолженность не сказалась на подготовке тепловых сетей к зиме. Компания «Паут и Плюс» получила паспорт готовности зиме. Владимирская ТЭЦ-2 по методике Минэнерго при максимальном коэффициенте единица, имеет коэффициент единица. И паспорт готовности к Владимирским тепловым сетям от администрации города мы тоже получили. Поэтому, являясь основным поставщиком тепловой энергии, более даже 80% паспорт готовности сегодня по объектам «Паут и Плюс» получен. На пресс-конференции рассказали и о планах на будущее. С 1 января Владимир приходит на новый метод расчёта тарифа на тепло. Специалисты называют его метод «альтернативной котельной». Он позволяет заморозить стоимость тепловой энергии на 4 года, то есть до 2025 года. Алексей Домнин, Александр Мажаров, 6 канал.